Как приготовить себя к жизни в новом мире? Очень вопрос, я бы сказал, злободневный, потому что те события, которые сейчас происходят, особенно последние месяцы, они говорят о том, что на Землю происходит совершенно новая энергия, и многие люди не готовы к этим энергиям. И те, которые не готовы к этим энергиям, они могут уходить просто из этой реальности, из этого физического мира. Я думаю, что, собственно говоря, переход будет заключаться в том, что люди, которые не выдерживают тех энергий, которые на Земле становятся все более, как говорится, значимыми, да, и они становятся главными, эти энергии, да, то эти люди, они просто исчезнут с Земли. Куда они денутся? Это уже другой разговор, но это бессмысленно обсуждать, потому что есть масса предположений, но никто на самом деле толком не знает, что на самом деле будет. Вот, а вот говорить о том, что нужно сделать, чтобы стать человеком нового мира, вот это вот вопрос очень интересный, и на него можно дать вполне конкретный ответ. То есть можно сказать, что есть условия необходимые для попадания в новый мир, для жизни в нем, и есть условия достаточные. Что касается необходимых условий, то это условия энергетические, и мы о них, в общем-то, говорим уже не один десяток лет, вот, что на самом деле нужно, чтобы стать человеком нового мира. Если вы понимаете, что мир такой, какие люди, которые его, как говорится, составляют, тогда вы и понимаете, что новый мир может быть, оно может состоять только из совершенно новых людей, не таких, какие мы в основном сегодня. То есть почему? Потому что те энергии, которые у нас воспитаны, те энергии, которые нам как бы предписаны для существования, они для нового мира, они совершенно неприемлемы, вот, их нужно заменять. И если мы говорим о том, какие это энергии, то выясняется, что это как раз, это энергия нашей, это энергия наших чувств, это энергия нашего, это наш характер, это наши черты характера. То есть человек, физический человек, он состоит из энергии, и если эти энергии разрушительные, то он является разрушителем, а не созидателем. И именно такой человек и нужен тем, кто командует на Земле, потому что это паразиты, которые питаются в основном разрушительными энергиями. И из нас их, как говорится, вытягивают специально, создают нам такой образ жизни, чтобы мы в основном вот этими вот отрицательными чертами характера и жили. И получается так, что образ жизни нам навязан. Вот, если вы хотите изменить себя, если вы хотите стать человеком нового мира, то нужно изменить свой образ жизни. Под образом жизни что понимается? Понимается проявление тех или других черт характера в течение вашей жизни. Вот идет ваша жизнь, вы можете испытывать самые разные чувства, но среди них есть как созидательные, так и разрушительные. И все наши отрицательные черты характера представляют собой разрушительные формы нашего поведения. От них нужно решительно избавляться, но для того, чтобы от них избавиться, нужно их сначала узнать, потому что современная психология не занимается этим вопросом, она не хочет, чтобы люди знали о своих отрицательных чертах. И эти разрушители, естественно, питаются негативными энергиями, а мы для них служим пищей. Чем больше мы этих самых негативных энергий выделяем, тем лучше для них. То есть мы должны обязательно сопротивляться тому образу жизни, который нам навязывал. Это очень важное положение. И когда у вас возникает негативное состояние, вы же должны понимать, откуда они берутся, что их провоцирует, какие конкретно в вашем образе жизни явления способствуют проявлению отрицательных черт. И когда мы задали вопрос, какие необходимые условия попадания в новый мир, вот оказалось, что это энергетика. Энергетика должна быть совершенно позитивной. Абсолютно не должно быть никаких отрицательных черт характера. От них нужно избавляться. Они, конечно, разные. Есть такие, от которых избавиться легко, а есть такие, от которых избавиться совсем непросто. То есть есть, скажем так, есть устойчивые, есть неустойчивые черты характера. Вот устойчивые черты характера, отрицательные, от них избавляться очень сложно, потому что надо найти именно те причины, те условия, в которых вот эти вот дурные привычки, они проявляются. Ну, понятно, что это определенный образ жизни. И вот нужно этот образ жизни изучать, нужно убирать из него то, что способствует проявлению отрицательных черт характера. Кроме необходимых условий попадания в новый мир, есть еще условия достаточные. Достаточным условием попадания в новый мир является состояние сознания. Можно сказать так, что то сознание, которое мы имеем в настоящее время, оно соответствует сознанию человека, ну, трехмерного, вот того трехмерного мира, ну, на самом деле, четырехмерного, если иметь в виду еще и время, в котором мы существуем. И можно объяснить это все так, что, скажем, наше время, оно линейное. То есть существует прошлое, настоящее, будущее, и для каждого человека это всегда определенная линия, которая называется его судьбой. И выйти за рамки этой судьбы очень сложно, потому что всего одна координата измерения времени. То есть мы движемся всегда по какой-то определенной линии. У нас нет возможности расширять свои состояния. Вот. И когда мы имеем в виду мир, уже, скажем, пятимерный, да, вот, о чем это говорит? О том, что у времени появилась еще одна координата. А это значит, что вместо линии мы уже имеем плоскость. То есть мы имеем для каждого конкретного человека, мы имеем бесчисленное множество различных судеб. И каждый человек может свою судьбу выбирать, которая ему нужна. Ну, а теперь представьте себе, что вы фактически бог. То есть вы можете делать все, что угодно, но большинство людей не владеет собой, не управляет своим сознанием. И тогда получается, что еще неизвестно, что с человеком произойдет, если он живет неосознанно, неуправляемо. Вот. То есть нужно еще, кроме того, чтобы энергетически себя приготовить, нужно еще, на самом деле, изменить свое сознание. Сознание должно быть существенно позитивным. То есть там не должно быть никаких негативных, скажем так, никаких негативных проявлений. Вот. И второе, вы же фактически строите сами свою жизнь. Вот. Поэтому у вас должны быть, если можно так сказать, воспитаны, воспитаны определенные, позитивные черты характера. Они у вас должны быть устойчивые. Вот. То есть вы должны существовать не потому, что вот вы сейчас что-то схотели, а у вас уже есть воспитание, у вас есть привычки, у вас есть конкретный, новый образ жизни. Вот к чему мы должны, собственно говоря, приходить. Это если говорить о том, каким образом строить сознание для нового мира. Продолжение следует...